Давайте определимся про кабельные сети. Давайте как-то будем разговаривать как люди, которые патриоты страны, а не как чиновники, которые будут начнут мне рассказывать, с чем кому определяться. Тема бумажек, которые мы пишем, вы их снимаете, потом нам отписку даете. Никого сегодня уже не волнует. Так вот поотписывались и Донецк-Луганск мы с вами потеряли. Мы видим, что есть телеканалы «Репортер», телеканал «Академия», которые нас подводят к этой дебильной теме Новороссии и русского мира. И то же самое вот здесь отмечены прямые русские каналы, которые транслируются кабельным телевидением. Вот «Лайф Ньюс», значит «Шани Плюс» и «Черное море» канала такого «Лайф Ньюс» нет. И более того, «Лайф Ньюс» это не телеканал, это веб-сайт. Его нету и если где-то я проверю все ваши замечания, и если он где-то будет увиден, то соответствующая компания будет наказана и этот канал будет выключен. У нас идут очень много сообщений со всей области о том, что транслируются все равно каналы, начиная от ОРТ, кто-то включает, в Болграде, в Ильичевске идет непрерывная трансляция русского мира. Вы каким образом отслеживаете это, я бы хотел знать? Ну, честно говоря, мы это отслеживаем только на принципе обратной связи. Если у нас приходит. Да, и мы это проверяем. Более того, в Болграде и районе, вот это вот то, что вы написали запрещенной трансляцией российских двор, мы это прекратили еще на ходах прошлой недели. Мы сейчас к чему пришли, что в Болграде была трансляция, которую вы запретили. Кто транслировал? Суперли. А их каким образом наказали? Ну вот вы запретили, а что вы здесь делаете с этими мерзациями, которые это транслировали? Мы не имеем таких полномочий, полномочий имеет только прокуратура. Административных наказаний за это нет? Марк, расскажите свое впечатление о состоявшейся встрече и довольны ли вы результатом? Мы, нельзя сказать, что довольны результатом, с одной стороны, мы осуществляем процесс контроля гражданского общества над чиновничьим аппаратом. Мы получаем от многих наших одесситов возмущенные звонки, письма о том, что ряд кабельных операторов транслируют российские каналы, где ведется антиукраинская пропаганда. Вот с этим письмом мы были в прокуратуре, сегодня мы были в Совете. В общем-то, разговор был продуктивный, мы договорились о том, что мы будем более оперативно собирать те пожелания наших одесситов по тому некачественному контенту, который идет. Будем писать сейчас письмо в Киевский надсовет. То есть наша идея очень простая. Вот этот яд путинской пропаганды, который идет, и благодаря которому была раскачана в том числе Донецкая и Луганская области, мы должны здесь максимально убрать. И не просто убрать, а создать формат нетерпимости к антиукраинской пропаганде. Вот в чем наша задача. Мы ее будем выполнять разными методами. И это сегодняшнее посещение, это один из способов и методов давления гражданского общества на чиновника.